В Самаре состоялось 72-е заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. В его работе приняли участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Илюлин, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, сенаторы Российской Федерации, руководители региональных парламентов по Волжье, председатели молодежных парламентов при законодательных органах госвласти и субъектов ПФО. В заседании приняла участие и глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в нашем материале. Повышение доверия людей к власти стало одной из тем обсуждения на заседании Ассоциации парламентариев субъектов ПФО. Этому способствует диалог людей и власти. Народовласть в стране существует, потому что выбранные органы, они как раз и доказывают, что такая возможность у людей есть высказать свое мнение и воздействовать и принимаем решения. Инновации – основная движущая сила экономики. Именно этому направлению регионам надо уделять особое внимание, перенимая успешные практики. На региональных уровнях все законы поддержки инноваций приняты, они разнообразные, они, в общем-то, дополняют друг друга, мы перенимаем друг у друга опыт. Сегодня в каждом регионе ПФО есть точки роста. Медуниверситет для Самарской области стал одним из центров развития науки и техники. Три единых задач у медицинского университета – учить, лечить и заниматься наукой. Это суперсовременные медицинские учреждения, суперсовременные, оборудованные, люди там высокопрофессиональные работают, кандидаты, доктора, науку. Объединение законотворческих усилий региональных парламентов направлено на развитие экономического потенциала, народосбережения, выполнение социальных обязательств. Галина Топилина, События.